В четверг и в пятницу мировые финансовые рынки будут следить за выходом следующей макроэкономической статистики. Так, днем в четверг Соединенные Штаты Америки опубликуют доклад по розничной торговле за июль. Рынки предсказывают вполне здоровый рост показателя, равный 0,5%. Во многом эксперты ждут роста розничных продаж благодаря мощным продажам автомобилей в прошлом месяце. Также отмечается высокий спрос на одежду и товары длительного пользования. Напомним, что в июне индикатор упал на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало абсолютной неожиданностью для экспертов, которые ждали повышения на 0,3%. Розничные продажи без учета автомобилей уменьшились на 1% после роста на 0,8% в мае. Такой поворот событий отбрасывает тень на динамику потребительских расходов за второй квартал, ставя под сомнение степень их восстановления. В пятницу утром в Германии выйдет предварительная статистика по экономическому росту во втором квартале. Аналитики высказывают мнение, что немецкой экономике удалось нарастить 0,5% в отчетном периоде относительно предшествующего квартала. В первые же три месяца текущего года рост крупнейшей европейской экономики замедлился до 0,3% с неожиданно резкого расширения на 0,7% в четвертом квартале прошлого года на фоне слабых показателей внешней торговли. В настоящее время присутствуют явные признаки оздоровления внешней торговли. В частности, наблюдается резкий рост немецкого экспорта в апреле и мае. Кроме того, власти отмечают, что несмотря на греческий долговой кризис, настроения в бизнес среди страны остаются оптимистичными. Через пару часов после немецкой статистики будет опубликован отчет по экономическому росту всего валютного блока за аналогичный период. Экономисты прогнозируют прирост в 0,4% относительно первой четверти этого года. Стоит отметить, что статистические данные за первый квартал преподнесли приятные сюрпризы. Рост ВВП еврозоны в квартальном исчислении составил 0,4%. В октябре-декабре ВВП зоны евро увеличился также на 0,4%. По сравнению с первым кварталом 2014 года экономика еврозоны выросла на 1%. Лидирующие позиции в отчетном периоде занимали Кипр и Испания. Франция приятно удивила, а Италия обнадежила. Разочаровывающий отчет опубликовала Германия. Страны Балтии также просели. В целом же экономический подъем в еврозоне медленно, но верно набирает силу. Ну а помимо вышеперечисленных событий, в конце недели выйдет следующая статистика. В четверг в Швейцарии выйдет отчет по ценам производителей. В США опубликуют число первичных обращений за пособием по безработице, а также объем запасов на коммерческих складах. В пятницу выходит отчет по розничной торговле в Австралии, потребительским ценам в еврозоне, объему производственных поставок в Канаде. В США обнародуют данные по промышленному производству и индексу настроений потребителей. Это был экономический календарь, подготовленный для вас командой Инстатв. Всего вам доброго, до свидания.